Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений главный инженер Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Выработка по году по концерну составляет 102,9%. Выработка по году плюс 3,36 миллиарда киловатт-часов. Мощности в сети сейчас 26,424 мегаватта по концерну. К плану ФАС это плюс 1546 мегаватт. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3086 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За четыре дня октября энергоблоками Смоленской АЭС выработано 224 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 6 миллионов. С начала года выработка составила более 16,2 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 234 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС в очередной раз подтвердила готовность к оперативному реагированию в условиях нештатных ситуаций. В последние дни сентября на атомной станции прошли сразу две плановые противоаварийные тренировки. Персонал и спецведомственное формирование атомной станции отработали на практике взаимодействие со специалистами Центра аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас» по ликвидации последствий нештатной ситуации. Вызваны условные разгерметизации цистерны с серной кислотой на складе химреагентов цеха, обеспечивающих систем. Также в ходе учений была проверена система оповещения и готовность аварийно-спасательной техники. На атомной станции были приняты оперативные меры по защите и эвакуации персонала, ограждению условной опасной зоны и перекрытию доступа к ней. Когда прибыли спасатели, им потребовалось меньше часа, чтобы локализовать и устранить последствия нештатной ситуации. Оценку «Хорошо» действием участников тренировки дал заместитель главного инженера по эксплуатации общественного объектов Смоленской АЭС Юрий Ильюшин. В очередной раз они подтвердили нам, что у них есть достаточно и необходимое оборудование для ликвидации таких аварий. В очередной раз они показали свой профессионализм. Задачи тренировки считаю выполненным. Также персонал Смоленской АЭС продемонстрировал готовность к действиям в случае нештатной ситуации в ходе плановой противоаварийной тренировки с использованием мобильной техники. Отрабатывался сценарий тяжелой многоблочной запроектной аварии с полной потерей электроснабжения собственных нужд от всех источников. Перед участниками тренировки была поставлена задача принять правильные и своевременные действия по восстановлению аварийного электроснабжения энергоблоков, обеспечению подачи воды на охлаждение реакторов. В ходе учений были задействованы передвижная насосная станция и дизель-генераторные установки мощностью 0,2 и 2 мегаватт, мотопомпы, промежуточные резервуары для воды. Также отрабатывались действия по развертыванию и вводу в работу передвижного пункта управления и узла связи. Международный заплыв на открытой воде X-Waters Nuclear прошел в Десногорске при поддержке атомщиков. За звание лучших соревновались спортсмены из 50 городов России, Белоруссии, Венгрии, Италии и ЛНР. 200 пловцов все вместе преодолели 837 километров в теплом, красивом и экологически чистом водохранилище Смоленской АЭС. Соревнования прошли при поддержке концерна «Росэнергоатом», руководства и профсоюза Смоленской АЭС, администрации Десногорска. «Прошли они достойно. Удивляют с лучшей стороны отзывы участников, потому что сказали, что 21 заплыв был. Такой атмосферы, такой погоды, такого места они практически нигде не видели. Здесь удивило все». X-Waters – крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России. Кроме спортивных целей, она ориентирована на путешествия со смыслом, знакомство с интересными местами мира, формирование ответственного отношения к окружающей среде. «Из-за своих особенностей водохранилище зимой почти не замерзает. Из фауны водохранилище представлено множеством видов ценных пород рыб, а также водится пресноводная креветка и краки. Это, конечно, свидетельствует о чистоте воды и экологическом состоянии водохранилища». В Десногорском этапе X-Waters было четыре дистанции. Самую сложную, 10-километровую, считающуюся аналогом бегового марафона, выбрали самые опытные пловцы. В основном – призеры и победители чемпионатов России и Европы, настоящие амфибии. Среди них, к примеру, лидер клуба моржей «Ледяной союз» Наталья Гилёва, прежде добившаяся высот в синхронном плавании, а сейчас – собирающая медали на открытой воде. И в этот раз она лидировала. Дистанцию преодолела за 3 часа 31 минуту. Среди мужчин первым к финишу пришел мастер спорта Тимофей Легошин – 2 часа 36 минут. Чемпионат объединил людей разных профессий – бухгалтеров, юристов, маркетологов, аналитиков, продюсеров, инженеров, IT-специалистов, исследователей, увлекшихся этим экстремальным видом спорта. Для тех, кто стал осваивать открытую воду недавно, было предложено выбрать дистанции 1, 3 или 5 километров. Рядом всегда были патрулирующие лодки, спасатели МЧС, работал ГИМС и полиция. На 3-х километровую дистанцию вышли три сотрудника Смоленской АЭС. Они показали хороший результат. В категории М50 Андрей Безюков занял второе место, Игорь Улыбкин – третье, а Игорь Андреев завоевал серебро в абсолютном зачете и золото в категории М18. «Санимаюсь с 7 лет плаванием в бассейне. Открытую воду для себя открыл в режим пандемии, когда были закрыты все бассейны. Мероприятием очень доволен. Вода теплая, можно было даже без гидрокостюма плыть. Дистанция расставлена грамотно, организация грамотная, все понравилось». Трехкилометровую дистанцию преодолел пловец с ограниченными возможностями из Венгрии Томми Рокки. «Я очень полюбил Россию, плавание здесь, людей и вообще мое присутствие здесь. Я занимаюсь плаванием уже 7 лет. И за эти 7 лет я проплыл уже более 4 миллионов километров. Открытая вода, плавание на твой-то воде – это моя жизнь. И вместе с тренером мы вышли уже на такой профи-уровень. «Было немножко сложно. Было течение, волны. По-разному чувствовал себя в воде. Иногда было полегче, иногда очень сложно. Солнце на финише светело уже в лицо, и было абсолютно не видно, куда я плыву. Но тем не менее, мне очень понравилось, прекрасно. «Спасибо, спасибо. Очень хорошо». По итогам заплыва участники награждены медалями и подарками. Абсолютные победители всех дистанций стали обладателями специальных призов от концерна «Росэнергоатом». Профсоюз Смоленской АЭС отметил самого юного пловца Егора Теплухина и самую взрослую пловчиху Елену Которгину. «Спасибо, Десногорск и жители Десногорска за ваше гостеприимство. Город прекрасный, и мне кажется, эта идея, которую нам принес Кирилл Синшинов, директор старта, устроить в атомном море атомный заплыв, она имеет огромный потенциал и, будем надеяться, станет хорошей, доброй местной традицией, на которую действительно будут приходить, участвовать и жители города, и коллективы других атомных станций». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok